Накануне в этом доме по улице Зелёной был найден труп 36-летнего хозяина. На теле мужчины были обнаружены следы укусов. Родственница погибшего рассказывает, что дом то сдавал гражданам Иордании около полугода. Аренду жильцы платили исправно, но вот счета, пришедшие за потреблённый газ, погашать не собирались. Вот в субботу хозяин и поехал на улицу Зелёную, чтобы потребовать от иностранцев оплаты набежавшей задолженности в сумме 14 тысяч гривен. Но обратно мужчина так и не вернулся. Женщина вспоминает, после нескольких дней его отсутствия, знакомые решили поехать в злополучный дом, попасть в который удалось, только сломав дверь. Обнаружили именно растерзанное тело. Ноги покусаны были, лицо, глаза на выкат, всё крови, кровь была запёкшая. Ну, пролежать, наверное, эти сутки, получается, вторые сутки. Мы не знаем, когда это произошло убийство. Женщина добавляет, что хозяева жилья видели у арендаторов большого ротвейлера. На теле погибшего были найдены большие рваные раны, которые, скорее всего, оставил пёс крупной породы. Родственники считают, что должники попросту натравили собаку на хозяина дома из-за конфликта вокруг долга. А сейчас в их адрес поступают угрозы со стороны иностранцев. Сосед погибшего говорит, постояльцы часто менялись, но никаких претензий ни к ним, ни к их питомцам не имеет. Поэтому был удивлён появлением полицейских у соседнего двора. В полиции говорят, ведут следственные действия, опрашивают очевидцев и соседей. Никаких повреждений, кроме собачьих укусов, правоохранители не обнаружили. Возможные подозреваемые также не установлены. Круг лиц сейчас уточняется, точных данных по поводу аренды у нас нет, так как нет никаких документов, подтверждающих аренду. Поэтому круг лиц сообщения потерпевшего также устанавливается. Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Если иностранцев найдут и докажут их причастность к смерти харьковчанина, по украинскому законодательству им грозит до 15 лет за решёткой. Артур Рязанов, Михаил Воронков, Агентство телевидения новости.